Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. И у нас сегодня глава Титово. И вот благословение, которое нам Всевышний обещает за исполнение заповедей. И будет, если будешь ты исполнять волю Бога сильного твоего, чтобы строго исполнять все заповеди его, которые заведуют тебя сегодня, то поставит тебя Бог всесильный твой выше всех народов земли. И сбудутся на тебе все благословения эти и исполнятся на тебя, если будешь исполнять волю Бога всесильного твоего. Благословен ты в городе, благословен ты в поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, плод скота твоего, приплод быков твоих и приплод овец твоих. Благословенна корзина твоя и квашня твоя. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. То есть ты будешь рождаться с благословением, и уходить из этого мира будешь тоже с благословением. И давайте вспомним, как же это работает, как же мы видим в Торе, как работает благословение. Если мы посмотрим, как Всевышний поступает с нашим праотцом, допустим, мы берем Аврагама. Он дает Аврагаму просто стать победителем. Показаны вавилонские цари, нападают на вздом. Четыре вавилонских царя хотят поставить на место вздом, который перестал платить налоги, которые наложил на них вавилонский царь. И они решили поставить на место. Они идут по дороге вздом из Вавилона и уничтожают шесть царств по дороге. Там написано, в Рефаим ваш род, коронавирус в Зимгаме. И не просто там наказывают, а именно уничтожают полностью. Потому что написано в книге дворим, что только Ог уцелил всех Рефаим. То есть народы огромные не уничтожили. Потом пришли вздом и побили четырех царей. И после этого смотрим, Аврагам идет спасать своего племянника Лота и Всевышний ему их отдает. Он берет своих воспитанников, домочадцев, не воинам каких-то, а именно людей, которые у него живут, которых он привел к Торе. Они садятся учить Тору, так наши мудрецы говорят. А Ог в руках Аврагама, его звали тогда Элиезер, он был рабом Аврагама, которого подарил Аврагаму Немрод. И вот он идет и всех их перебил. Такое благословение. Аврагам, получается, стал победителем в войне между пятнадцатью царствами. И в Египет ему Всевышний бросил под ноги. Такое благословение огромное он получил. Смотрим, как работает благословение у Ицхака. Ицхак преданно служит Всевышнему, нет вопросов ни у кого к этому. И Всевышний благословляет Ицхака так, что написано, что были у Ицхака стада крупного мелкого скада, и много прислуг, и завидовали ему приштим. И, получается, получил он урожай в тот год старицей, когда был осавил его Бог. То есть он становится богатейшим человеком. Он живет в старце в Плештим. И если взять в сравнении то, что сделал Всевышний, что у царя Плештим было огромное богатство, это мощная держава Плештим была. Так вот, стоимость навоза, мула, Ицхака была больше, больше, чем стоимость всего золота царя Эвимеллаха. То есть невероятное богатство Всевышний ему дал. И до того дошло, что Эвимеллах пришел, просит его уйди от нас, ты стал гораздо сильнее нас. Потому что он уже не может выдержать это, что какой-то богач у него здесь в царстве. Сделать ему ничего не могут, потому что боятся Бога. И просто просит уйти. Вот так вот. То есть такое благословение он получил. Потом смотрим, как еще работает благословение. Всевышний благословляет Агар. Агар, которая была женой Аврагама. И будет у тебя потомство, которое неисчислило, будет от мужества. Ангел Бога говорит. Так вот, это потомство, вот огромный народ арабский. Огромный. Так благословил ее. Потом смотрим, как благословение работает с Иосифом. Так написано, что было с тех пор, как он назначил его домом своим, это Патифар, что у него Бог благословил дом египтянина ради Иосифа. и благословение Бога было на всем, что у него в доме и в поле. То есть там, где присутствует праведник, Всевышний благословляет. Потом смотрим Лаван. Просто нечестивец, преступник настоящий, бандит. Так было написано, и он понял. Он говорит Лаван Якову, и сказал ему Лаван, ой, если бы я нашел милозаг твоих, догадайся, догадался я, что Бог благословил мне ради тебя. И сказал, назначь, сам плату от меня я дам. То есть за то, что Яков жил у Лавана, Лаван получил огромную браху. И у него было всего, были у него дочери, было у него 4 овцы, было, в общем, они очень скромно жили. И вот тут смотришь, у Лавана появились сыновья, у Лавана появилось богатство, стада невероятная. То есть так его благословил Бог ради того, ради Иосифа. Вот так вот. Потом смотрим, что, как работало благословение фараона, Яков приходит в Египет. И написано, что Яков пришел к фараону. И там у них разговор состоялся. Яков написано, благословил фараона. И как это благословение сработало? Яков благословил фараона, что Нил поднялся. Он уже было 2 года голода, уже, уже египтяне все продали, что были, себя уже в рабство фараону продали. Уже вот-вот конец. И Яков пришел, благословил фараона, Нил поднялся, и голод прекратился. Все годы, что жил Яков в Египте, никаком голоде, речи уже не шло. Пока Яков не умер, все. Всевышний голод остановил. После этого, когда ушел Яков, голод опять продолжился. Еще 5 лет оставшихся было. Это мы видим из того, что Иосиф говорит братьям, я буду кормить вас по числу душ ваших, когда они говорили, что отец просил, умирая, что ты нас не обидел. Вот так вот. Вот так. То есть, если мы получаем благословение, то Всевышний невероятное дело, чудеса для нас. И Он просит, возьмите Его, возьмите это благословение. Не ждите, что придут проклятия и вам будет плохо. Вы просто должны взять то, что Я вам дарю. Вот так. То есть, благословляет Всевышний не только благословит, еврея, не еврея, всех благословляет. Если только человек этого заслуживает. Естественно, заслужить надо. Быть таким праведным, как о врагах, как Яцкак, как Яков, конечно, как Иосиф. Но бывает, что и нечестивцы получают благословение. Тоже, если мы видим Лавана, который был преступником. Но благодаря праведности Якова, который был там, Всевышний благословил его тоже. То есть, если человек даже иногда не сильно заслуживает, но что-то делает хорошее, он получает благословение. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Павел бен Ефим, Владир бен Григорий, Хайл и Малка бот Йосиф, Самуил бен Герш, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, памяти Яков бен Ахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Рахель бот Лилия, Клара бот Броня, Фейга бот Берта, Ирина бот Мэйра, Берта бот Фейга, Шимон бен Мира, Шимон бен Исхак, Борис бен Мерия, Полина бот Соня Сура, Женя бот Ида, Анна бот Ривка, Анна бот Елена, Елена бот Клара, Евгений бен Софья, Двора бот Мириам, Моисей бен Ева, Йосиф бен Раиса, Евгений бен Ита, Фрима бот Анна, Геннадий бен Елена, Леонид бен Клара, Инесса бот Мэль, Евгений Бен Берта, Юлия Бат Белла, Йосиф Бен Дан Бен Цара, Мазл Парнаса Сгула, Арон Ария Бен Ури, Ирина Батури, За хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Денис Бен Ахум, Авигаль Бат Цара, Парнаса и Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Мария. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха, Парнаса Кавана, Мазл Тош, что мы это время не грешили, учили Тору, всем шабад шалом, всем всем самым лучшим, желаю всем крепчайшего здоровья. И до следующих встреч, надеюсь, у нас состоится в Йомрешо, нет, завтра в 10.40. Шалом.